Солнцестояние – один из самых уникальных и устрашающих фильмов последнего времени. С момента его выхода фанаты отметили в нем некоторые интересные детали. Если вы достаточно смелы, чтобы посмотреть этот ужастик во второй раз, то вы найдете их тоже. Перед началом фильма мы видим красочный деревенский гобелен, покрытый замысловатым узором. Конечно, на первый взгляд это выглядит жутковато, но легко предположить, что его добавили просто для того, чтобы задать настроение фильму. Однако, если вы решите поставить фильм на паузу и внимательно изучите гобелен, вы обнаружите, что он предсказывает много важных событий будущего. На самом деле, большая часть повествования Солнцестояния проиллюстрирована на этом невероятно жутком гобелене. Слева вы можете увидеть тела родителей и сестры Дэнни, соединенные трубкой, а над ними возвышается череп, символизирующий их смерть. Далее можно увидеть корбящую женщину и ее попутчика, идущих с группой друзей в идилическое место, где их встречает толпа жителей деревни, одетых в белое. Наконец, есть танец вокруг майского дерева с несколькими скелетами среди танцоров, а также банкет. Вы даже можете заметить, что Пеле шпионит за Дэнни и Кристианом с удобного местечка и как два человека в белом прыгают со скалы. Также у входа в деревню присутствует медведь. Другими словами, перед началом фильма показаны основные сюжетные повороты. Но вы не узнаете этого, пока не посмотрите фильм дважды. Несмотря на то, что смерть родителей Дэнни является неотъемлемой частью сюжета, мы видим их в фильме только короткое время. Когда Дэнни звонит им, выражая беспокойство за свою сестру, мы видим, что они спят в своей постели. На их комоде стоит фотография Дэнни, которая почему-то окружена цветами. При втором просмотре это сразу же вызывает в памяти более поздние сцены с Дэнни в цветочной короне, после того, как она стала королевой майя. Некоторые фанаты предположили, что цветы на самом деле указывают на то, что Пеле несет ответственность за смерть семьи Дэнни, и он тщательно спланировал всю трагедию только для того, чтобы заманить Дэнни в культ. Но сценарист-режиссер Ари Астер сказал Хаффингтон пост, что это предположение неверное. «Я могу сказать, что это полностью неверно. Он не несет за это ответственности» Однако он заявил, что цветы были важным символом, объяснив «Это был наш способ выразить идею о том, что все неизбежное обязательно произойдет» И пускай родители Дэнни почти не появляются в сонсостоянии, есть замечательная маленькая деталь, включенная в эпизод, в котором мы видим обреченную пару в постели. – Привет! Ты достигла… – Резонанс. Когда вместо голосов родителей Дэнни слышит автоответчик, вы можете услышать в записанном сообщении, что фамилия её семьи – Ардор. Почему это важно? Оказывается, латинское слово «Ардор» переводится как «Жар» или «Гореть». В Жертвенном огне в заключительных сценах фильма оказались сожжены не только попутчики Дэнни. Этот огонь также представляет собой своего рода духовное возрождение для нее. Обезумит ли она или, наконец, переживет настоящее очищение после горя? В любом случае, в конце она пережила сильные изменения. Похоже, что Астер выбрал именно эту фамилию, чтобы подчеркнуть, что путь Дэнни был проложен с самого начала. В некотором смысле, даже до того, как она встретила Пеле и уехала в Швейцарию, кажется, ей было суждено стать Королевой Майя и присоединиться к Хорга. От одной мысли об этом мурашки бегут по коже. Наблюдая за солнцестоянием в первый раз, легко пропустить все подсказки и символы, скрытые в фоновом графическом объекте. Но во второй раз посмотрите повнимательнее. Когда речь идет о работах Арри Астера, о случайности не может быть и речи – все его работы раскрывают скрытые детали ужаса, который будет разворачиваться. После того, как мы стали свидетелями того, что случилось с семьей Дэнни, мы видим, как её жизнь протекает впоследствии. Она проводит большую часть своего времени в изоляции и спит в своей квартире. В одной из сцен она дремлет на диване прямо под картиной, которая на самом деле дает нам представление о том, что будет дальше. На картине девушка в короне целует в нос бурого медведя. Это символизирует отношения Дэнни и Кристиана. И если вы уже видели, как Кристиан встретил свой конец в костюме медведя, нет никаких сомнений в том, почему была выбрана именно эта картина. Подобные образы предупреждают Кристиана о том, что его ждет перед жертвоприношением. Сидя в доме, он смотрит прямо на изображение горящего медведя. Когда друзей Дэнни убивает Хорга, их тела набивают и одевают как чучело, прежде чем сжечь. Это страшное зрелище, и даже в первых сценах фильма есть несколько очень тонких намеков на эти события. Например, когда Дэнни и Кристиан гуляют с друзьями Кристиана перед прогулкой в Швейцарию, фотография чучела из Волшебника страны Оз видна на холодильнике в квартире. Также на полке стоит набитая кукла-чучела. В беседе с Волчер сценарист-режиссер Ари Астер сказал, что его фильм, цитата, «Волшебник страны Оз для извращенцев», а во время разговора с Нёрдис режиссер сказал, что заметил, в основном, ретроспективно, довольно много параллелей между его фильмом и классической версией Джуди Гарланд. Оба фильма – истории о молодых женщинах, которые вместе с несколькими высокомерными спутниками отправляются в путешествие в странный новый мир. Кроме того, цветовая схема меняется даже тогда, когда Дэнни появляется в Швейцарии. Происходит переключение с более темных тонов на более яркие. Когда Дэнни выражает свое беспокойство по поводу ужасной церемонии Атеступа и собирается уйти, Пелле входит и говорит ей, что понимает, почему это так ее расстроило. Он рассказывает, что он также испытал горечь после того, как его родители погибли в огне. В первый раз, когда вы видите солнцестояние, легко предположить, что Пелле действительно имеет отношение к тому, через что проходит Дэнни. Очевидно, что он тоже потерял своих родителей в результате трагического происшествия, и он просто пытается посочувствовать ей, так ведь? Но когда вы наблюдаете за этим конкретным разговором, зная традиции огненных человеческих жертвоприношений Хорга, вы начинаете строить новые предположения. Говорил ли Пелле Полу правду, когда разговаривал с Дэнни о своем прошлом? Возможно, его родители действительно погибли в огне. Но что, если их смерть была частью жертвенной церемонии, подобной той, что мы видели в фильме? С другой стороны, Пелле мог полностью блефовать по поводу истории своей семьи. В конце концов, он ясно знал, что остальная часть его сообщества приготовила для его друзей, и его явно привлекла Дэнни. Возможно, он пытался использовать ее уязвимые места и убедить ее, что она может ему доверять. В любом случае, разговор приобретает совершенно новый тон при повторном просмотре. Вскоре после прибытия в деревню Дэнни и ее друзья наблюдают, как дети Хорга играют в игру, с которой Дэнни и ее товарищи не знакомы. Когда они спрашивают Пеле об этом, он говорит, что игра называется Обдери дурака. Их друг Саймон шутит, что это звучит здорово, и момент быстро забывается. Только позже мы осознаем значимость этой фразы. Марк, один из друзей Кристиана, не выглядит умным и часто является предметом шуток. Неудивительно, что он первым из группы исчез, и какое-то время зрители задавались вопросом, что с ним случилось. Все это приобретает новый смысл, когда Джош ускользает посреди ночи, чтобы тайно прочитать один из священных текстов Хорга. Он шокирован, когда появляется Марк, но при более внимательном рассмотрении он понимает, что это вовсе не Марк. Это сельский житель по имени Ульф, на котором надето лицо Марка, как маска. Оказывается, Обдери дурака – это не просто детская игра. Перед тем, как совершить самоубийство, сестра Дэнни отправляет ей сообщение, говоря, что все кажется ей черным. Она чувствовала, что у нее нет выхода, и после ее смерти это страдание становится временем Дэнни. И как бы далеко она не бежала, Дэнни не может избежать трагедии, постигшей ее семью. Но у этой фразы есть интересная обратная связь как раз перед началом танца Королевы Майя. Когда Ирма объявляет о начале танца и объясняет цель традиции, она заявляет, что танец исполняется в противовес Чёрному, который, вероятно, является своего рода злом, в которое верит Хорга. Кажется, что Дэнни чувствует свободу во время танца. Ее также обнимают женщины Хорга. Танцы не избавляют ее полностью от горя, но на какое-то время она полностью поглощена соревнованием. Возможно, это первый раз, когда она способна, хоть и ненадолго, забыть тьму, поглотившую ее. На протяжении большей части фильма персонажи находятся под воздействием серьезных психоделических препаратов, что создает интересные визуальные эффекты. Стены изгибаются и колышутся, земля дышит, а трава растет у Дэнни под ногами, а иногда появляются нежеланные посетители. Прибыв на фестиваль и съев грибы, Дэнни смотрит в зеркало и видит лицо своей сестры, скрывающейся за ней. И это не последний раз, когда призрак ее сестры появляется в Швеции во время галлюцинаций. После танца королевы Майя Дэнни остается последней женщиной, и ее приветствуют. Тем не менее, она все еще охвачена трагедией, постигшей ее семью, а визуальные эффекты указывают на то, что ее горе не ушло. В этот момент все взоры прикованы к Дэнни и к процессии позади нее, поэтому можно легко пропустить то, что происходит на заднем плане. Но если вы посмотрите мимо процессии Хорга в лес, увидите лицо сестры Дэнни, ясно различимое, среди деревьев. В то время как американские и британские персонажи разговаривают друг с другом на английском, Хорга в основном говорят на шведском на протяжении всего фильма. В конце концов, среди Дэнни и ее друзей, кроме Пеле, никто не знает ни слова по-шведски, и часто происходят разговоры, которые они просто не могут понять. Во время танца королевы Майя окруженная женщинами Хорга Дэнни, кажется, могла волшебным образом овладеть языком Хорга, но этот момент был мимолетен. Однако разговоры на шведском языке редко сопровождаются субтитрами для публики. При первом просмотре вы, возможно, не осознавали, как много шведских диалогов никогда не переводилось, но когда вы снова смотрите фильм, становится очевидным, что это был целенаправленный выбор со стороны режиссера, призванный создать ощущение изоляции. Персонажи не знают, что говорит Хорга, и мы, зрители, тоже находимся в неведении. Мы так же, как и Дэнни и ее друзья, сбиты с толку и одиноки в этом странном новом сообществе. Трудно точно определить течение времени в сонсостоянии. Тот факт, что почти весь фильм проходит под солнечным светом, затрудняет отслеживание того, как долго группа на самом деле остается с Хорга. Но фестиваль продлится 9 дней. И пускай дни, кажется, сливаются друг с другом, Астер подтвердил Digital Spy, что человеческое жертвоприношение не знаменует собой конец фестиваля солнцестояния. На самом деле, впереди еще несколько дней празднований. При втором просмотре фильма вам будет легче разделить конец одного дня от начала следующего, в связи с чем появляются новые вопросы о том, что происходит после пламенного финала солнцестояния. Кто знает, какие торжества ждут Денни? Найдет ли она свой дом с Хорга на всю оставшуюся жизнь? Или она все еще в опасности? Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!